С момента выхода на нашем канале видео, посвящённого внутримышечным инъекциям, прошло достаточное количество времени, чтобы в комментариях накопились интересные вопросы. На большинство из них уже даны ответы, но всё же мне хотелось бы собрать их вместе в отдельном видео. Итак, сегодня у нас ответы на ваши вопросы, касающиеся внутримышечных инъекций. Здравствуйте, мои хорошие! Первый вопрос. Можно ли колоть одним шприцем два дня подряд в ягодицу? Конечно же нет. После вскрытия упаковки шприц, условно, уже теряет стерильность. Как бы мы не старались аккуратно это сделать. А уж тем более, после использования по прямому назначению, его поверхность не только не может считаться стерильной, но и представляет отличную среду для закрепления и размножения бактерий, число которых увеличивается в два раза каждые 20-30 минут. И по прошествии 12 часов поверхность шприца уже может быть населена десятками миллионов бактерий, среди которых, весьма вероятно, будут присутствовать и довольно опасные для здоровья человека. При повторном использовании шприца мы саморучно ведём их глубоко в мягкие ткани организма, что может вызвать не только образование местных воспалительных процессов, но и повлечь развитие довольно грозных осложнений. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл делать укол внутримышечно шприцом 2 мл игла 0,63 мм на 32 мм, или лучше купить шприц с большей иглой? У понятия «размер иглы» есть два важных параметра – её диаметр и длина. От диаметра иглы зависит, насколько быстро сможет вытекать жидкость из шприца и насколько большой будет площадь прокола. Чем меньше диаметр иглы, тем менее болезненным будет прокол. Вместе с тем, чем тоньше игла, тем дольше будет процесс введения лекарственного вещества в мышцу. От длины иглы зависит, куда, в какую группу тканей сможет быть доставлено лекарство. Под любой кожей есть жировая прослойка, под ней мышцы. К примеру, если игла слишком короткая, до мышцы она может просто не достать. Для внутримышечных уколов правильная игла будет диаметром 0,6-0,7-0,8 мм. Длина таких игл от 30 до 60 мм. Исключение – иглы для детей. Для новорожденных хватит иглы длиной 16 мм. Чтобы сделать внутримышечный укол дошкольникам, обычно хватает длины иглы до 2,5 см. У меня проблема со шприцем. Всегда приходится с огромным усилием снимать колпачок с иглы. Игла снимается со шприца, в итоге дотрагиваюсь пальцем до кончика шприца. Как избежать этого? Чтобы избежать подобного, следует притирать иглу к шприцу перед началом его использования, как показано видео. Это не только поможет исключить вероятность соприкосновения с иглой во время снятия колпачка, но и предотвратит возможное соскакивание иглы со шприца в момент ведения препарата. Также допустимо во время снятия колпачка придерживать иглу у основания большим и указательным пальцами. Нужно ли при вводе лекарства постепенно поднимать иглу вверх, вытаскивать, чтобы лекарство легче входило и было безболезненней? Не стоит выводить иглу в момент инъекции, так как нам нужно доставить лекарственное средство именно на заданную глубину, именно в мышечную ткань. Другое дело, когда вводятся обезболивающие, например, в стоматологии. В этом случае обязательно движение иглы с параллельным вводом препарата, только это движение не наружу, а внутрь. Данная манипуляция нужна для того, чтобы анестетик шел перед иглой и раздвигал ткани, предотвращая травмирование нервов и сосудов. Можно ли делать самому себе инъекцию стоя? Являются ли спиртовые салфетки достойной заменой ватных шариков? Конечно, инъекционные спиртовые салфетки являются хорошей альтернативой ватных шариков. В последнее время они активно применяются даже в медицинских учреждениях. Укол самому себе стоя делать можно. В первый раз стоит делать подобную манипуляцию перед зеркалом, заранее нарисовав ватной палочкой, смоченной йодом, на ягодице крест, а разделив её на четыре равных квадранта. Ваша цель – верхний наружный квадрант. Стоя полубоком к зеркалу, перенесите вес тела на противоположную уколу ногу и постарайтесь максимально расслабить ягодицу, в которую будет осуществляться инъекция. Если Вы правша, то первый укол лучше делать правой рукой. Левой рукой зафиксируйте кожу ягодицы в нужном квадранте и уверенным движением введите иглу в мышцу, держа шприц перпендикулярно поверхности мышцы. На сколько сантиметров нужно вводить иглу, чтобы правильно попасть? Абсцесс, шишка после укола, зависит от неправильного укола или от препаратов. И ещё один вопрос на эту же тему. Почему иглу не до конца вводить? Нас учили до конца, иначе лекарство не в мышцу попадёт, а в подкожную жировую прослойку. Её ширина – плюс-минус два сантиметра. Иглу вводят глубоко, иначе может быть абсцесс. Конечно, если говорить конкретно об инъекциях в ягодичную мышцу, введение иглы на всю длину не будет ошибкой, но тут стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, длина иглы у шприцов для внутримышечных инъекций может колебаться в пределах от 30 до 60 мм, в зависимости от производителя и вида шприца – одноразового или многоразового использования. Соответственно, две трети длины иглы будет вполне достаточно, чтобы пройти сквозь слой подкожно-жировой клетчатки. Во-вторых, если говорить о людях с эстеническим типом телосложения или детях, введение иглы на всю длину может оказаться много, что способно повлечь за собой травмирование кости. В-третьих, в данном видео говорится о проведении внутримышечных инъекций в общем, а ягодичная мышца взята для примера и в случае, когда подобная инъекция осуществляется, например, в дельтовидную мышцу плеча, полной длины иглы тоже будет много. Отдельное спасибо Валентине Ольшевской за дополнение в комментариях к моему ответу. Она написала «Иглу вводят на треть для того, что в случае, если во время укола пациент дёрнулся и игла сломалась, было за что её вытащить». Действительно, существует небольшая доля вероятности облома иглы во время инъекции, в основном по причине производственных дефектов шприца, что в подавляющем большинстве случаев, для удаления отломка, приводит уже к хирургическому вмешательству в стационаре. Иногда на месте укола остаются синяки, от чего они и как от них избавиться. И также твёрдое уплотнение синяками, хотя укол вводил медленно. Следующий комментарий. А чем вы порекомендуете смазывать или прикладывать после укола, чтобы не было синяков и шишек? И ещё один комментарий на эту тему. Пришлось делать уколы жене в ягодицу, миксикор и милдранат. Вроде бы всё примерно как на видео, но часто образуются гематомы. Может это быть какой-то особенностью организма или лекарство. Появление уплотнений и гематом в месте внутримышечной инъекции может быть обусловлено различными факторами. Чувствительная кожа, большая прослойка жировой ткани, хрупкость капилляров, быстрое введение препарата, большой диаметр иглы, густая консистенция вводимого препарата и даже положение пациента во время и после инъекции. В положении пациента стоя ягодичные мышцы напряжены и, как следствие, препарат неравномерно распределяется, что может вызвать повреждение сосудов, а также резкое изменение положения тела после укола способно спровоцировать образование гематом и уплотнений. Самым простым способом борьбы с гематомами является правильное соблюдение всех этапов инъекций плюс нанесение йодной сетки на мышцу в область введения препарата. Я не очень поняла, зачем набирать немного крови в шприц, чуть вытягивать иглу из ягодицы и потом спокойно вводить лекарство. При введении иглы можем попасть в сосуд? Затем мы проверяем, удается ли втянуть кровь в шприц? И еще один вопрос на эту тему. А если ввел лекарство, не проверив, забирает ли кровь, то какие риски есть? Можно как-то в сосуд попасть и это опасно. Если в шприц набирается кровь, значит мы попали в сосуд. Введение в который лекарственного вещества, особенно если это масляный раствор, недопустимо и опасно для жизни. По этой причине иглу следует немного, на пару миллиметров, подать на себя, чтобы лекарственное вещество вводилось именно в мышцу, а не в кровеносный сосуд. Делал себе укол сам, для снятия боли через 15 минут после укола прикладывал грелку. Действительно, существует практика согревания места укола теплой грелкой, но скорее не с целью обезболивания, а для того, чтобы улучшить микроциркуляцию в тканях, что будет способствовать скорейшему рассасыванию лекарственного вещества и сокращению времени наступления лечебного эффекта. Но лично я вам для этих целей посоветовал бы нанесение йодной сеточки, а не использование грелки. А в случае возникновения уплотнений в месте укола, согревание грелкой только усугубит ситуацию, спровоцировав развитие дальнейшего воспаления. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!